Обстановка накалилась. В Кировской области рекордное количество случаев заражения коронавирусом. Об этом я не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Давича». Меня зовут Дмитрий Ежетарчук. Здравствуйте. Отопление есть, но не у всех. Кировщане на Кудшо-2 ходят по квартирам в шапках и кофтах. Лечить и ставить диагнозы через экран монитора. Телемедицина в России – это перспективно или все же нет? Обсудим с экспертами. Еще одну улицу в Кирове перекрыли из-за аварий на теплосетях. Какой участок придется объехать? Более 50 единиц техники и 70 дворников каждый день выходят на улицы Кирова. В администрации рассказали, как наводят чистоту на городских дорогах. Таким вы его точно никогда не видели, уверяет автор экспозиции. В Кирове открылась необычная выставка «Веселый Пушкин». В Кировской области выявлено рекордное количество заражений коронавирусом. По данным оперштаба, за сутки 201 человек. В то время как днем ранее было зафиксировано 175 новых инфицированных. Прирост 26 человек. Не один, не два, как это было раньше. В больницах лечатся более 5000 пациентов. У большинства поражения легких 183 человека в реанимации. 49 на аппаратах ИВЛ. Так, из-за массовой заболеваемости водителей в Слободском с 18 октября изменится расписание городских автобусов, сообщили в местной администрации. Речь идет о маршрутах номер 2, 3, 4 и 5. Посмотреть график движения можно на сайте администрации города Слободского. Лечиться на расстоянии. Возможно, скоро это станет нормой. Потому что российским врачам позволят ставить диагноз дистанционно. Внимание! Без обязательной очной консультации. Это своего рода эксперимент по применению телемедицины. Его предполагает проект постановления Минэкономразвития. Надеюсь, Елена Чехомова нам сейчас все объяснит. Лена, ну что там с телемедициной у нас? Здравствуйте. Дима, ты знаешь, при слове телемедицина мне сразу вспоминаются эти сеансы здоровья на ТВ. Помнишь, как в советские годы, ну мы не можем, конечно, этого помнить, Кашпировский с экрана всех лечил. Вот давай мы быстренько посмотрим, потому что наши зрители молодые, да и мы с тобой. В 80-е годы это было. Давайте вместе полечимся. Тысячи женщин сегодня будут рожать без боли и легко. У многих я стимулирую нормальные процессы выделения молока. У кого не было молока, оно появляется в нужных количествах. У кого было высокое давление, оно падает до нужного предела. А у кого было низкое, оно поднимается. Ну и сегодня мы с тобой по телевизору никого не лечим. Да, слава богу. А телемедицина, теле, это далеко. Это, в принципе, любое дистанционное решение медицинских вопросов. Например, та же консультация онлайн у врача. И давай признаемся, многие из нас этим давно пользуются. Например, в пандемию медцентры Кирова России активно стали предлагать консультирование дистанционно лечения перед монитором. Но что пугает, в этом эксперименте, о котором мы говорим, предлагается ставить диагнозы онлайн, без личной встречи вообще. Если что, пока это запрещает приказ Минздрава. И пациенты не сказать, что бы за. Вот в том-то и дело, как гинекологу, проктологу, стоматологу обратиться за лечением без какого-то очного там осмотра, очной встречи. Этим, кстати, эксперимент этот озадачил и врачей. Заменить телемедицинской технологией, например, осмотр пациента, предположим, выполнение пальпации, осуществление аускультации, то есть выслушивание сердца, например, или легких, например. Тем более проведение тех или иных навыков инструментального обследования телемедицины не может заменить, например, вот этот первичный контакт с пациентом. И потому тут это никогда живое присутствие и участие медицинского работника никогда не уйдет в небытие и не заменится никакими телекоммуникационными каналами. Предстоящая медицинская программа рассчитана на три года и будет действовать на всей территории России, но далеко не во всех клиниках. Лечение такое будет платным. Инициаторы отмечают, что удаленно можно обработать до 50% обращений. А может быть и больше? А может быть и больше. Наш федеральный эксперт приводит пример Америки по результатам онлайн-консультирования. Колоссальное сокращение визитов в поликлинику на 70%, на 20% сокращение госпитализации благодаря телемедицине, и на 25% сокращение вызовов скорой помощи. Поэтому это в любом случае большой сдвиг, и он на самом деле полезный в определенном смысле, конечно. Сегодня большой скачок заболевших в пандемии. Многие боятся ходить в поликлинику. И вот я думаю, что сейчас многие бы согласились на онлайн-консультирование даже в качестве первичной встречи, только чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. Ну не знаю, как в Америке. У нас главное, чтобы вышли на связь. А то обычного врача ждем, бывает, по неделе. Спасибо, Лена, за интересный материал. Ну а мы продолжаем. Отопление дали в конце сентября. У некоторых кировчан его нет до сих пор. Жильцы дома на Кудшо-2 замерзают в своих квартирах. Причина – дефект на подземном участке теплотрассы, сообщили активисты Общероссийского народного фронта. Температура в квартирах ниже нормы, около 17 градусов, жалуются люди. Из-за холода и сырости у многих обострились хронические заболевания. 30 сентября отопление в доме появилось, но уже через несколько дней пропало, рассказали жильцы. Затем тепло снова ненадолго дали и снова отключили. Люди позвонили в управляющую компанию. Там ответили, что обращаться нужно в ресурсоснабжающую организацию. Как выяснилось, 50-метровый участок теплотрассы под домом в аварийном состоянии. Ситуацию на контроль взяли активисты ОНФ. У меня астма. И с астмой идут приступы отдышки. То есть человек начинает задыхаться, у него не хватает воздуха. С этим тяжело жить в принципе. И без баллончиков никуда. Когда в квартире влажно, сыро, дышать становится вообще нечем. То есть постоянно скорые, это лекарства, без них вообще никуда. Нет отопления, дом не просушивается. Не знаете, куда ступить, потому что слишком грязно или вместо тротуара под ногами одни колдобины. Можете отправлять фото в кировский паблик «Строем Киров». Там анонсировали начало фотоконкурса «Вязкий променад». Наш корреспондент Ульяна Ездакова прогулялась по городу и составила свой рейтинг непроходимых дорог. Резиновые сапоги, пожалуй, самая актуальная обувь для осенних кировских тротуаров. Вот, например, перекресток Сурикова и Некрасова. Здесь строят новую дорогу. Местные жители ждали этого события несколько лет. Но пока дождались лишней пролазной грязи. Сегодня еще можно обойти по сухой тропинке, говорят прохожие. А пару дней назад вообще ступить было некуда. Кстати, тротуар на Сурикова попал в список нового осеннего сезона антиконкурса «Вязкий променад». Своеобразный народный рейтинг грязных и разбитых пешеходных дорожек составляется по жалобам кировчан. Пятый год подряд его проводит паблик «Строем Киров». Сейчас жалуются на тротуары в центральной части города, которые не ремонтируются очень долгое время. Это улицы Свободы, Карла Маркса, то есть улицы в центральной части города, вокруг Оврагов засора, Горбачева, Молодой гвардии. За несколько лет паблик накопил тысячу фото в кавычках «красот кировского благоустройства». А вот познакомьтесь, тротуар на улице Олега Кашевого стыдливо прикрылся осенней листвой, как будто стесняется. И ведь есть чему. От пешеходной дорожки остались камни до крошки. В таком состоянии, говорят местные, он находится как минимум лет 10. Нечем похвастаться и дороги на улице Строителей. Из-за многочисленных трещин она больше похожа на паутину. Добавьте сюда ямы и колдобины, и вот уже приятная прогулка превращается в променад в Паяцке. Но есть и хорошие новости. Уже в следующем году тротуар на строителей и еще 9 участков преобразятся. В их числе пешеходные дорожки на улицах Лепси, Горького и Октябрьском проспекте. А также в Порошино и Бахте. Вместо разбитых тротуаров там появится новая брусчатка. И возможно тогда наш город станет чуточку чище. Ульяна Издакова, Алексей Зырянов. Бюро новостей давеча. И хотя прогуляться с комфортом получится не везде, в Кирове каждый день наводят чистоту. 50 единиц техники, задействованные в осенней уборке города, отчитались в мэрии. Это вакуумные пылесосы, подметально-уборочные машины и тракторы. Чистят они в основном проезжую часть. Трутуары, заездные карманы для общественного транспорта, автостоянки. В сутки с улиц Кирова вывозится примерно 70-90 кубометров листвы и мусора. Еще 25 кубометров – это бытовой мусор с газонов и остановок общественного транспорта. Уборка в городе ведется и в ручном режиме. На улицах трудится примерно 70 человек. Это работники ГДМС и других подрядных организаций. Лися впадает очень много. Также обильные дожди, вынос грязи из придомовых территорий на ульшедорожную сеть. Это забивание в низких местах ливневой канализации. То есть мы работы производим по очистке ливневок, по уборке ульшедорожной сети, по проезжей части. Сейчас работа у нас от бригады ручных уборок. Убираем заездные карманы. Таким поэта мало кто видел. В Кирове открывается необычная выставка «Веселый Пушкин». Об этом и не только во второй части выпуска. Не переключайтесь. Это «Давича» и мы продолжаем. На улице Цеховой в районе дома номер 12 перекрыто движение транспорта, сообщили в мэрии. Причина устранения дефекта на тепловых сетях. Все работы с восстановлением благоустройства и открытием проезжей части планируется выполнить в течение недели. Водители просят заранее выбирать пути объезда. Вместо запущенного грязного болота два живописных пруда. В микрорайоне Озерки продолжается работа по благоустройству территории. Проект «Новый поворот» удалось реализовать благодаря победе в конкурсе по поддержке местных инициатив. Его оценила и наш корреспондент Ольга Мартынова. В советские годы здесь добывали торф. Потом было болото. Сейчас на месте карьеров два живописных пруда с благоустроенной территорией. Здесь можно прогуляться, отдохнуть на скамейке и даже покормить пернатых. По многочисленным пожеланиям жителей микрорайона здесь высадили деревья, оформили газоны, установили скамейки и освещение. Новые пешеходные дорожки местные называют тропой здоровья. С раннего утра здесь гуляют мамы с колясками и люди постарше. Первый пруд благоустроили еще в 2019 году. Сейчас на очереди второй. До конца осени подрядчик обещает выполнить работы по укладке брусчатки. А на следующий год здесь высадят ивы и установят качели. По проекту вокруг водоемов будут разбиты цветники, оформлены вазы, выставлены скамейки и урны. И все это благодаря программе ППМИ. Новый поворот в Озерках – это проект, который удалось реализовать благодаря инициативе местных жителей. Сами жители составили дизайн-проект, обратились в администрацию и выиграли в рейтинговом голосовании. Стоимость данных работ составила более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Из них финансирование областное, городское. И более 300 тысяч – это вклад жителей и местных бизнесменов. Я вот сама нынче собирала эти деньги с жителем. И вот, знаете, я думала, не соберу. Да нет, вот так спокойно люди сдавали. Только скажешь, вот тут давайте дорожку будем делать совместно. С удовольствием отдавали молодежь и пенсионеры. За рекой, но не за бортом городской жизни. Совсем скоро микрорайон Озерки будет притягивать внимание кировчан не только благодаря ярким, веселым домам, но и благодаря тихому, романтичному, уютному месту отдыха. Ольга Мартынова, Никита Луковников, Бюро новостей, Давича. Больше половины россиян выбирают в магазинах экологичную упаковку товаров. Об этом свидетельствуют данные опросов ЦОМ. При этом люди даже готовы взять продукцию подороже, если та упакована в безопасный для природы материал. Многие считают, что качество экологичных и неэкологичных товаров примерно одинаковое. Также жители страны отказываются от пластиковой посуды 26%. От ламп накаливания 44%. Меховых и кожаных изделий 33%. Но эти же опрошенные люди не готовы перестать есть мясо и использовать бумагу и батарейки. Кировчане признались, не всегда заботятся о природе, совершая покупки, но стремятся к этому. Примерно даже разбираюсь в видах пластика. Знаю, что точно стоит покупать и можно переработать, а что не стоит брать. Я всегда обращаю внимание на упаковку и стараюсь приносить меньше вреда природе и брать упаковку экологичную. Или бумажные пакеты какие-то. Плохо обращаем, потому что уже плохо стали видеть. Но иногда смотрим. Чаще всего нет. Не знаю, как-то не приходится. Пушкин на санках, с лопатой в руках или в очереди за молоком. Все привыкли видеть русского поэта в образах за столом, с пером в руке или на балу. А на картинах художника Игоря Шаймарданова Александр Сергеевич представляется, как обычный человек ходит на рыбалку, пьет чай, смотрит на закат. На необычных амплуа русского классика расскажет Елена Шарыгина. Ведь мы знаем, что у каждого человека свой Пушкин. А у Игоря Шаймарданова он такой веселый, озорной. С этой картины «Цветник» началось в 1999 году увлечение Игоря Шаймарданова писать Александра Сергеевича в образе обычного человека, который ходит на свидания, помогает няне и развлекается. Эта картина написана прямо на ситцевом полотне. В «Цветнике» соединились самая народная ткань и самый народный поэт, говорит автор. Еще одна картина из этой серии «Масленица». Отдельное место на выставке занимает коллекция «Пушкин в Михайловском». Есть зимняя и летняя серии. Эти картины можно назвать «Лето в деревне». Например, здесь Александр Сергеевич со своей няней Ариной Родионовной пьет чай. На этой картине он собирается на рыбалку, а няня его провожает. Ну а тут показан кусочек обычной деревенской жизни. Няня дует корову, а Пушкин и кот стоят в очереди за молоком. На этих полотнах, кстати, можно найти и кота ученого, и разбитая корыта из известных сказок. А на зимних картинах поэт со своей неизменной спутницей няней носит дрова, ходит гулять, чистит снег, катается с горки на санках. Картины привезли из музея-заповедника Пушкина «Михайловская» в дом музея Салтыкова «Щедрина». Автор выставки решил показать великого поэта в повседневной жизни и освободить его образ от стереотипов, сделав живым и веселым. А здесь мы видим обычного человека, Пушкина, который любит развлекаться, который любит гулять, ухаживать за барышнями, который попадает в интереснейшие истории, и который, в общем-то, не только является гением, но и обычным человеком, который близок, дорог и понятен каждому из нас. Автор представил, как Пушкин провел два года ссылки в Михайловском, как проходили его дни, когда он посещал Тригорское, Бугровскую мельницу и Святогорскую ярмарку. Встречался, записывал, шутил, ухаживал и сидел тоскливыми долгими зимними вечерами с няней Ариной Родионовной. Выставка будет работать до 17 ноября в доме музея Салтыкова-Щедрина. Елена Шарыгина, Никита Донога, Бюро новостей Довича. Оперативно следить за новостями можно и в наших социальных сетях. А если у вас есть интересное видео, пишите и присылайте его по номеру, который сейчас видите на своих экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. А у меня на этом все. В студии работал Дмитрий Жадарчук. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин